Это институт мозга человека имени Натальи Петровны Бехтеревы, Никишина, Нина Сергеевна. Инна Сергеевна, извини. Это наша сотрудница. Глубоко уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется доклад перцептивный прайминг моделирует компонент Н1 зрительных потенциалов. Я позволю пропустить первый слайд, потому что Юрий Израильевич достаточно подробно рассказал о потенциалах, связанных с событиями. Надеюсь, никто из вас уже не сомневается о том, что обработка когнитивной информации отражается, мы можем связать ее, отражается в потенциалах, связанных с событиями. Структура моего доклада будет следующая. У меня будут методические цели, и вторая часть будет, собственно, потенциала, связанная с событиями. Этот слайд я пропущу, здесь единственное обращу ваше внимание, ну вот установка, которая используется для регистрации потенциала, связанных с событиями. Для того, чтобы их зарегистрировать, нам нужен стимульный материал. Стимульный материал предъявляется на мониторе. Юрий Израильевич немножко рассказал, достаточно подробно рассказал о парадигме ГОУ-НОУГОУ, но чтобы соблюсти логику моего доклада, я повторюсь. Итак, парадигма ГОУ-НОУГОУ следующая. Человеку предъявляется стимул, он в нашем случае зрительный, и если первый стимул совпадает со вторым стимулом, человек нажимает на кнопку. Это ГОУ-ситуация. Если первый стимул не совпадает со вторым, это НОУГОУ-ситуация. Мы видим потенциалы, связанные с событиями, развивается целый большой комплекс вызванных потенциалов, но нас интересуют компоненты, которые развиваются в теменно-затылочных областях, как в ситуации ГОУ, так и в ситуации НОУГОУ. Это компоненты, которые развиваются примерно через 300 миллисекунд от начала второго стимула. Часть нашей работы, это действительно, нами набран большой материал в ГОУ-НОУГОУ-парадигме, однако нас заинтересовало мультимодальное восприятие, и нами был в первую очередь, естественно, предложен ГОУ-НОУГОУ-тест. И предложили мы тест, нас заинтересовало восприятие речевой информации, и тест был сделан такой. На экране монитора в первую очередь предъявлялся стимул зрительный в виде надписи, и второй стимул слуховой, после чего, если эти два стимула совпадали, то человек должен был нажимать на кнопку ГОУ-ситуация. Если же два стимула не совпадали, это была НОУГОУ-ситуация. Естественно, в этой ситуации мы ожидали в теменно-затылочных областях появление компонента ГОУ-НОУГОУ. Однако нами были получены несколько другие результаты, и компонент, которого мы ожидали увидеть как в ГОУ-ситуации, так и в НОУГОУ-ситуации, мы не увидели. Мы увидели компонент более затылочный. Мы увидели затылочный ГОУ-компонент и затылочно-височный НОУГОУ-компонент. Мы предположили, что, возможно, эти компоненты не отражают вовлечение в реакцию и подавление двигательной реакции, поэтому решили несколько усложнить тест, чтобы отнести двигательную реакцию, потому что, в первую очередь, нас интересовала обработка стимула, его характеристики, связанные с вниманием и памятью. И для того, чтобы исключить двигательную реакцию, нами был введен третий стимул, так называемый триггельный или запускающий стимул, после которого уже следовала двигательная реакция. Но не буду подробно останавливаться на этом слайде, он достаточно очевидный. И вот результаты сравнительные. В двустимульной парадигме. Вот в затылочных отведениях мы регистрируем в районе 300 миллисекунд высокоамплитудный положительный компонент. И если мы относим двигательный ответ, мы продолжаем регистрировать подобную компоненту. Это говорит о том, что эта компонента не связана с двигательной реакцией, а уже связана с переключением обработки стимула с процессов его анализа и, в первую очередь, категоризации на последующие процессы. В этот момент человек уже способен дать ответ. Это не означает, что стимулы в дальнейшем не подвергаются последующей семантической обработке. Как мы знаем, через 400 миллисекунд слова уже обрабатываются по смыслу. Но, тем не менее, такой ответ мы получили. Это доказывает то, что этот тест мы можем использовать и избегать двигательной реакции. Теперь два слова о понятии прайминг, которое было вынесено в названии этого доклада. И я хочу эти слова сказать, поскольку понятие прайминг в значительной степени дискредитировано в средствах массовой информации. В физиологии под праймингом мы понимаем следующее. Стимулы воспринимаются с большей точностью или же сокращается время ответа, если наблюдаемый стимул был встречен ранее. Специально не стала делать никаких красивых картинок, а привожу картинку из исследования Мехелла и Олсена, которая сделана на обезьянах. Здесь мы видим, что предъявляется первый стимул. Если предъявляется точно такой же второй стимул, время реакции сокращается. Еще хочу сказать, поскольку времени не так много, хочу сказать, что прайминг изучать достаточно сложно, поскольку, как вы понимаете, это достаточно комплексное состояние, которое включает в себя и внимание, и память, и прочий когнитивный процесс. И на животных его изучать сложно, потому что животное надо тренировать до того, как начать сам тест. И во время тренировки животные часто достигают максимума уже своих возможностей. А на человеке прайминг достаточно сложен, потому что, во-первых, мы достаточно сложные существа, и у нас уже есть предыдущий значительный опыт, и мы можем как бы и однозначно найти стимулы, которые не были бы ранее для нас значимы, трудно. Поэтому выбор хорошего теста и синтез хорошего теста являются тоже отдельной задачей. Так, ой, еще не начала. Хорошо, тогда этот слайд я себе позволю пропустить. Это, собственно, какие вызванные потенциалы мы ожидаем увидеть до ответа человека. И перехожу, собственно, к полученных данным. Справа от вас вы видите полную картину того, как выглядят потенциалы, связанные с событиями, после второго стимула, и которые, собственно, являются нашим вниманием. И вы там можете видеть вот такой ответ через 100 миллисекунд после начала предъявления стимула. 100 миллисекунд – это фактически первый корковый ответ, который мы не связываем с прохождением по сенсорным путям, и который фактически не является чистым кодированием сенсорной информации. И обратите внимание, что этот сенсорный ответ в случае, когда мы видим, когда предъявляются одинаковые сигналы, больше, чем в случае, когда сигналы разные. В синей линии обозначены разные сигналы. Это статистически достоянные результаты. И такую ситуацию, такую картину мы наблюдаем в затылочных отведениях. Напоминаю, что тест у нас был, предъявляется картинка, картинка. Мы усложнили тест. Все-таки я говорила, что нас интересовали еще и речевые стимулы. И ввели в качестве стимула надпись, буквенное обозначение картинки. Что мы получили? Получили удивительные вещи, потому что, посмотрите, если мы предъявляли в виде теста два слова, казалось бы, ситуация для человека абсолютно такая. Это взрослый человек, он видит надпись «Дом». И по логике он его может воспринимать как картинку. Это самый простой, казалось бы, автоматический путь. Но нет, в затылочных отведениях мы не наблюдаем никаких различий. Это говорит о том, что данная информация, по крайней мере, у взрослых, на 18 и старше лет были данные получены, информация о речевых стимулах, но в данный момент их сравнение не проходит в затылочных областях. Для этого существуют уже отдельные области. Следующий тест. Если мы предъявляем первый стимул в виде надписи, а второй стимул в виде картинки, то в данном случае мы можем говорить о прайминге, но это уже будет семантический прайминг. И здесь мы видим, что у нас эта ситуация обрабатывается в зрительных областях. Я не могу вам сказать, как технически это осуществляется, почему люди именно в этой области. Но тем не менее, когда вторая картинка определяется в виде картинки, опять информация возвращается и обрабатывается в затылочных отведениях. Ну и собственно, чем интересны эти данные для тех, кто не глубоко посвящен потенциалу связанной событий, это то, что обычно мы знаем, что у нас существует повторение-подавление. Подавление-повторение. То есть если мы стимул точно такой же предъявляем еще один раз, то наши нейроны происходят подавление их активности, и они неактивны. Это огромный пул информации. Я даже не стала приводить никакие конкретные данные, потому что десятки обзоров выходят каждый год по этому. Но в данном случае при предъявлении точно такого же образа у нас возникает увеличение этой компоненты. Но с чем мы можем связать? Есть официальные теории, и, к сожалению, у меня на них не очень много времени. Мы предполагаем, что у нас ситуация, когда часть нейронов, и при прайминге все об этом говорят, что при подавлении-повторении все-таки часть нейронов в разных исследованиях, это от 10% до 30%, наоборот, активируется. И через 100 миллисекунд мы имеем ситуацию, когда у нас сенсорная информация может выделяться, необходимая в потоке информации. Я понимаю, что у меня на большее просто нет времени на более подробное. Единственное, хочу еще поблагодарить студентов педиатрической академии, которых было 100 человек, и которые приняли участие в последней части этого исследования. Спасибо.